всем привет ну вот забил где-то две с половиной тысячи гельс машинка работает отлично рекомендую так что сказать минус я только один у нее нашел вот это вот расстояние довольно неудобно когда 10 табак искать край ну так вроде все из минусу больше ничего нету очень удобно китайцы сделали вот этот контейнер так удобно сюда насыпаю табак где-то на 30 гельс без проблем быстренько чпок гельза готова готова а то все даже поверматик у них нету этого и постоянно нужно посыпать там две-три гельзы забил еще подсыпал две-три гельзы забил вот этот большой тнюс молодцы хорошо придумали так поговорим в этом видео про инструкции я перевел и сейчас вам вкратце расскажу так еще я хотел сказать про нож после двух тысяч гельс режет табак обалденно тем более у меня табак свой попадается и жилки и все мне такое впечатление что он из титана сделка такого серого цвета я думал это напыление забив 2000 гельс напыление уже стерлась бы или хотя бы местами а он как новенький так ну ладно давайте про инструкцию поговорим так видно там ну первая страница здесь все понятно комплектация как пользоваться здесь по рисунку все понятно как забивать 100 миллиметровую гельзу хотя я думаю вряд ли кто ими пользуется как крепить бункер вот этого у меня вот такой случай был что здесь написано если ручка туго идет сейчас покажу то есть у меня было вот такое и все она заклинила и не идет вот в этом положении вот здесь написано внимание если ручка идет туго не прикладывайте усилия нужно прочистить вот этот бункер и после этого продолжить работу так ну это уход за машинкой то есть что здесь написано подложите пластинку 47 миллиметров вот сюда здесь можно запихнуть шумпул прочистить ну и здесь нарисовано протереть влажной тряпочкой так ну здесь все понятно ну и здесь чистить так вот регулировка машины машин здесь мы сейчас задержимся ну здесь я по красным по моему написано хорошо отрегулированная машинка будет дольше служить ну что-то типа такого так здесь написано подложите пластину 46 миллиметров вот сюда здесь нарисовано то есть если откручиваете отверткой то убираете если ну сейчас все покажу и расстояние должно быть 24 миллиметра вот здесь нарисовано не видно короче делаем так вот я такую нашел 5 миллиметров подкладываем ее сюда зажали берем линейку измеряем у меня здесь сейчас 5 миллиметров а было 7 изначально я чуть-чуть убавил даже 4 не отпуская берем отверточку и это болт отворачиваем чуть-чуть нам нужно уменьшить так отвернул сейчас здесь ничего не изменилось делаем так еще раз взводим замеряем ну чуть-чуть убавилось 4 миллиметра еще чуть-чуть откручиваем опять взводим что-то нифига не убавляется 4 как бы его совсем не открутить вот убавился переборщил ну вот сейчас 3 миллиметра нормально так как у меня это 5 миллиметров ну в общем вот так регулируется так где инструкция так ну и следующее следующее добавление масла здесь правда не написано через сколько на сколько его вообще хватит масла может на 2 может на 3 года так добавление масла здесь и китайцы даже красным написали приклейте ручку скотчем ну я не знаю зачем скотчем клеить можно чем-нибудь привязать чтобы ручка не открывалась здесь написано обязательно только после этого выкручивайте винт вот и здесь и нарисовано добавляете масло не доливая 2 миллиметра до верха масло здесь какой марки не написано написано гидравлическое только запомните обязательно нужно чтобы ручка не открылась они здесь предупреждают а то можно испортить машину то есть не знаю или воздух то попадет или чего ну вот в общем то и все кстати не выкидывайте инструкцию переведите особенно для таких машинок как переводить то вы все прекрасно знаете сфотографировали в гугл или в яндекс картинку выложили и перевели ну все на этом все всем пока пока и и и